В мировом океане, морях и других водоемах живет огромное количество видов живых существ. Мы решили рассказать о некоторых из них, а точнее о самых ужасных, уродливых, ядовитых и необычных, по нашему мнению. Конечно, есть более причудливые и опасные существа, но тем не менее представленные далее по-своему интересны и заслуживают внимания. Хаулиодовые — это самые страшные глубоководные хищники. У них длинное тело, как у змеи, но с плавниками. Ужас наводит их голова с огромными зубами, загнутыми вовнутрь и выступающими за границы челюсти. Эти рыбы питаются другими живыми существами, в том числе и большими рыбами, на которых они бесстрашно нападают. На спине у них есть специальные фосфорисцирующие области. Считается, что они служат для распознавания свой-чужой. Они могут набивать пищу в свой желудок про запас. Размер и толщина рыбы при этом увеличиваются в два раза. Обитают на глубинах 2000 метров, но есть подтверждение их встречи на глубинах до 4000 метров. Средняя длина рыбы в зависимости от подвида — около 50 сантиметров. Вес рыбы — 5 килограммов. Бородавчатка считается самой опасной рыбой в мире. Это, безусловно, самая ядовитая рыба. Бородавчатка населяет коралловые рифы в первую очередь, но также ее можно найти спящей в грязи или песке в Индотихоокеанском регионе и Северных водах Австралии. Питается рыба креветками и мелкими рыбами. Бородавчатка имеет ряд из 13 ядовитых шипов на линии спины, которые защищают ее от нападений со стороны акул и скатов. При давлении на шипы железа выделяет яд, жертва поражается и даже погибает. Через несколько недель железы регенерируют новый яд. Бородавчатка является смертельно опасной для человека. Шипы могут пробить кожу ноги и даже тонкую подошву обуви. После укуса возникает мучительная боль и большой отек. Вокруг укуса ткань начинает отмирать. Глубина проникновения определяет тяжесть симптомов. Если не обратиться к врачу, смерть наступит 100%. Гигантская акула. Скелет гигантской акулы состоит из хрящей, а не из костей, из которых состоит скелет рыб. Тем не менее, это рыба. Гигантская акула является классическим примером того, почему вы никогда не должны судить о книге по ее обложке. Ожесточенный вид этого монстра единственное, что помогло ей попасть в наше видео. На самом деле, гигантская акула не представляет угрозы для людей вообще, если ее не трогать. Она является второй по величине после китовой акулы. Питается эта акула в основном планктоном и мелкими живыми существами, плавающими в воде. Она плывет с широко открытым ртом, и все, что попало в рот, то и съедено. Рыба-капля. Кормится она тем, что сидит и ждет того, кто проплывет мимо. Тело рыбы представляет собой студенистую массу, по плотности немного больше воды. Плавая, она может долгое время обходиться без достаточного количества кислорода. У берегов Австралии она была поймана с глубин 2000 метров. Змееголовые рыбы обладают уникальной способностью выживать и оставаться без воды в течение длительного периода времени. Змееголов съест все, от планктона и насекомых до карпа и моллюсков. Если в воде не хватает пищи, она выпрыгивает из воды и вблизи водоемов ест лягушек, мышей, крыс и мелких птиц. Большинство змееголовых вырастают до 2-3 метров, а весят более 7 килограммов. Без естественных хищников в новой среде эти захватчики могут разрушать экосистемы. Дело в том, что они распространяют свой ареал обитания. Еще более страшной является скорость размножения змееголовых. Достигнув половой зрелости, каждая самка может отложить до 15 тысяч икринок сразу и может спариваться до 5 раз в год. Всего за 2 года нереста самка может отложить до 150 тысяч икринок. Рыба-гренадер или малоглазый макрукус. Гренадер-рыба обычно обитает чуть выше дна океана. У нее огромная голова, большие глаза и длинный сужающийся хвост. Гренадеры плавают медленно, исследуя морское дно в поисках добычи. Некоторые особи могут достигать в длину до 2 метров, хотя средняя длина их 110 сантиметров. Вес отдельных самых больших особей может быть около 20 килограммов. Стандартный вес большинства 10 килограммов. Эта глубоководная рыба, она может обитать на глубинах до 2000 метров. Интересный факт, гренадер не пахнет рыбой. Гренадер начинает давать потомство только с 5 лет, но и живет при этом более 20 лет в зависимости от реала обитания. Обыкновенная тигровая рыба. Эта рыба обитает в основном в Африке, во всех реках и озерах. Это хищная рыба, родственник пираний, но намного большая по размеру. Питается всем, что попадает в пасти с живого мира. Средняя длина рыбы около 1 метра, вес до 30 килограммов. Опасна для человека, может укусить или даже откусить часть кожи. Акула-гоблин отличается от своих собратьев длинным носом, имеют розоватую окраску и обитает преимущественно на больших глубинах. Больше всего изучен этот вид акул, обитающий вблизи Японии. Опасна для человека, как и все хищные акулы. Но ввиду того, что она обитает на глубинах, недосягаемых для солнечных лучей, встретиться с ней у простого отдыхающего нет никаких шансов. Питается кальмарами, крабами и глубоководными рыбами. Особи акулы достигают в длину до 13 метров и весят до 660 килограммов. Этот вид акул, как и многие глубоководные рыбы, очень слабо изучен. Морской черт! Зубы этой рыбы загнуты внутрь пасти. Таким образом, рыба-жертва свободно заходит в пасть, но вырваться из нее уже не может. Особенностью рыбы является то, что челюстью раздвигаются очень широко. Рыба может проглотить другую рыбу по размеру в два раза больше себя. Ареал обитания практически по всему мировому океану. Размер рыбы может достигать 3 метров, а вес до 110 килограммов. Ремень рыба. Это самая длинная костистая рыба. Ее длина может достигать 9 метров. Ее редко видят живьем, она обитает в глубинах океана, питается планктоном и всплывает только когда умирает. Впервые была поймана вблизи Бермудских островов в 1860 году. Другой экземпляр в 1996 вытащили на берег в Калифорнии американские военные моряки. Он достигал 7 метров в длину. Ремень рыба – глубоководная рыба, встречающаяся в теплых и умеренно теплых водах Тихого, Атлантического и Индейского океанов, на глубине от 50 до 700 метров и иногда попадающиеся на поверхности. Отдельные экземпляры находят выброшенными на берег после шторма. Обычная ванделия или кандиру является одной из самых опасных рыб в мире, возможно, даже самой опасной рыбой в природе. Обитает эта рыба в реке Амазонки в Южной Америке. Рыба достигает 2,5 сантиметров в длину и 3,5 миллиметров в ширину. Чешуя рыбы прозрачная, в воде ее увидеть практически невозможно. Жаберные крышки покрыты короткими острыми шипами. Это паразит других рыб, она питается кровью. Ванделия подплывает к другой рыбе со стороны жабр. И как только у жертвы открываются жабры для выпуска воды, ванделия ныряет в них и цепляется шипами. Она прогрызает отверстие и сосет кровь. Эта рыба опасна для человека тем, что может попасть внутрь него через любое отверстие. Например, через мочеполовые органы. Там она питается кровью и тканью. Удалить ее можно только посредством операции. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok